Здравствуйте! Ответы на вопросы. Видите, начал рассказывать о шоке, о деме, и вдруг взбиваюсь на ответ. Но, поймите меня правильно, я пытаюсь реагировать на то, что вы мне пишете. А понаписали мне столько, что я просто понял, что если не отвечу, то как бы весь мой рассказ повиснет в воздухе. Возможно, я что-то не обозначил, не договорил, и попробую досказать сейчас то, что вот не сказал тогда. В тех роликах, которые уже сделал, и, поверьте, раз обещал, я продолжу тему, и поэтому еще какие-то ролики будут, и я обязательно постараюсь там учесть ваши замечания, коррекции. Ну, давайте по порядку. Понаписали мне много. И я, давайте, вот с чего начну. На самом деле, там было много постов, но вот я выбрал один, и я думаю, что он, ну, как бы охватывает массу вопросов, которые прозвучали в ваших постах. Пишет мне некто, не буду называть имя, ну, просто потому, что надо и спросить на то разрешение, а я не и спрашиваю. А не считаете ли вы, что гораздо выше, чем отшлифованность текста, стоит идея или концепция, и, естественно, форма ее реализации? Это вот по поводу альбома «Голод». Говоря иными словами, я не мог вспомнить какого-либо литературного произведения, которое бы пыталось охватить все слои, группы, общества. Каждый автор всегда пишет, исходя из своего жизненного бэкграунда. На мой взгляд, каждое стоящее произведение не должно говорить с тобой на одном языке, напротив, должно побуждать тебя, читателя или слушателя, глубже погрузиться в данный мир, узнать как можно больше, а не преподносить все на блюдечке. Все-таки комфортно написанный текст не заставляет мозг и сознание полностью проникнуться, окунуться и рассмотреть жизнь лирического героя. Напротив, покидая зону комфорта, мозг оказывается в стрессовой ситуации, что позволяет расширить некие горизонты мышления. Это я к тому, пишет автор пост, что излишняя вычурность, может быть, даже идеальность текстов Дмитрия лишила бы его треки огромной доли эмоциональной составляющей. Лично для меня шок один из немногих в рэпе на русском, кто ассоциируется с действительно взрослыми эмоциями, кто с газдами не накинул на себя костюм из смеси безразличия и женственного цинизма. Суть в том, что именно такая форма изложения позволяет при каждом новом прослушивании смотреть под несколько другим углом на те же строчки. Я на этом остановлюсь, там еще есть несколько фраз. Я так полагаю, что главное из этого поста я вычитал. Смотрите, здесь делается упор на две вещи. Во-первых, отшлифованность формы. То есть, помните, я говорил о том, что когда Дима сочиняют, а на самом деле я и шире говорил, когда в принципе автор творит, поэт, прозаик, не важно кто, то есть как бы две фазы в процессе творчества. Я в самом первом ролике о Голоде, о Диме, о шоке, привел цитату из Шиллера. Видите, снова должен к ней обратиться. Если кто-то этот ролик не смотрел, я просто не хочу повторяться, загляните туда. Ведь о чем говорил Шиллер? Он говорил о том, что перед художником, творцом, опять же, неважно в какой области и в какой сфере, открываются внутри какие-то клапаны. А мы с вами и о Фрейде много говорили. И мы уловили еще одну очень важную вещь, что у человека, вот кроме его сознания, обыденного сознания, вот нашего дневного, когда мы там рассуждаем, совершить какой-то поступок, не совершить, принимаем какие-то решения и прочее, присутствует еще подсознательное. То есть то, что мы даже и проанализировать толком не можем. Шиллер-то писал задолго до Фрейда, но предчувствовал вот нечто такое, а Фрейд просто все это обосновал. То есть в минуты творчества открывается это бессознательное. Ну, Шиллер говорил там о каких-то клапанах, говорил о каких-то сторожах, которые мешают вот вырваться этому душевному, духовному порыву наружу. Но дело-то не в терминологии, слова можно разные применять. Видите, я за терминологией вообще не гоняюсь, а пытаюсь говорить, ну, таким, что ли, максимально обиходным языком. Так вот, когда оно вырывается, ну, все это замечательно, это и есть вдохновение. Вот так именно художник творит. Но когда оно уже вырвалось, когда оно каким-то образом зафиксировано, там, на бумаге, на каких-то диктофонах, там, на компьютере, где угодно, зафиксировано, все, вырвалось. То есть, наступает следующая фаза. Художник начинает это обрабатывать. Потому что очень просто. Ну, вот давайте задумайтесь. Я вообще не люблю вот как-то так, ну, что ли, тезисно или категорично говорить о чем-то. Я вообще призываю вас к диспуту. То есть, очень возможно, что какие-то точки зрения, которые я высказываю, вот кто-то из вас не разделяет. Ну, так возражайте. Я запросто принимаю чужие концепции, чужие взгляды, если вижу, что они убедительны, если они даже опровергают мои, не важно, если я вижу, что они более доказательны, чем вот то, что говорю я. Да, ведь мыслим мы, ну, хаотично достаточно. И зрительные образы у нас возникают, и какие-то звуковые, там, если это художник, какие-то там живописные, там, у музыканта, там, ноты, аккорды какие-то в голове звучат. То есть, перебрать все это очень сложно, да, наверное, и невозможно. Но дальше задача. А какая задача? А как вот ее для себя художник формулирует? То, что я родил, я хочу донести до кого-то. Или мне достаточно вот выразить себя, и все. А поймут меня, не поймут, мол, плевать я на это хотел. И вот, когда я заговорил о том, что то, что вырывается и подлежит какой-то обработке, я совсем не имел в виду вот какую-то такую скрупулезную дошлифованность. Нет. Иногда это может быть очень грубо, иногда это может быть с использованием слов, ну, даже ненормативных. Я и на это смотрю совершенно спокойно. Если я вижу, что они ложатся на место, они используются просто так вот, чтобы там рифму подогнать или заткнуть какую-то пустоту. Ну, нечего сказать. Ну, вот взял там, выругался как-то и вроде как пошел дальше. Тут вот давайте еще с одного бока попробуем подъехать к этой проблеме. Я понимаю, вопрос невероятно сложный, однозначного ответа на него нет. Мы, ну, вот задумаемся, язык, на котором мы все с вами говорим, ну, в данном случае на русском, на самом деле в любом другом языке происходит то же самое. Тут же вообще вопрос, да, а что раньше, курица или яйцо? Ну, классический вопрос. Ведь, да, существуют толковые словари, грамматики издаются там с какими-то периодами. То есть, существует институт, или там институт, люди вот занимаются этим, вот, составляют правила, там, правописание, там, синтаксисы, чего угодно. Но они ли создали язык? Ведь язык-то создали не эти академики, его создали мы с вами, вот, первобытный человек, он должен был обменяться какой-то информацией. Ну, на охоту пошел там с кем-то, мамонта надо там убить, а вот этот мамонт там повернулся как-то так, надо крикнуть, дать там сигнал своему напарнику, что, вот, там, поберегись, или камень бросили, там, стрелу из лука выпусти, уж не знаю, как они на него охотились. И эта информация, вот, возникло желание как-то ей обмениваться, общение, так можно это назвать. А потом у человека стали возникать очередно другие какие-то потребности. То есть, вместо того, чтобы кричать, бей, беги, повернись, или, там, существительными пользоваться, да, там, называть, там, человека, обезьяна, слон, мамонт и так далее, стала возникать потребность в более тонких каких-то ощущениях, в желании передать эти ощущения. И стали возникать прилагательные, да, там, мамонт большой, девушка красивая, там, крик громкий, стали возникать, там, наречия, стали возникать другие части речи. Я сейчас не хочу зарыбаться так глубоко в эту всю филологию, это очень сложный вопрос, да, это предмет книги и тома написанных. Но к чему я веду? А к тому, что язык возникал вот так. Никто не станет со мной спорить, что во времена примитивного, вот того, первобытного человека существовали какие-то академии, где решали, что вот тут надо ставить запятую, а тут не надо. Конечно, нет. То есть, потом, когда все это возникло, и вот у людей возникло желание как-то это упорядочить. Очень простой и понятной целью. Ну, вот, например, такая штука. Вот китайцы пишут иероглифами, да, а говорят вроде как на одном языке. Но что интересно, что одни и те же иероглифы, скажем, на севере Китая и на юге, разные люди там живут, озвучивают по-разному. Они могут одну и ту же газету читать, вычитывать одну и ту же информацию, а поговорить друг с другом не могут, потому что озвучивают эти иероглифы иначе. И тот, кто вот живет на севере, плохо или вообще не понимает южного. И это не только с китайцами, это всем грозит, и нам с вами грозит. То есть, если мы не упорядочим как-то этот язык, то мы просто перестанем понимать друг друга. Ну, даже вот существует такая вещь, как диалекты. Вот Россия большая. Люди живут в разных городах, в разных весях. Ну, вот там горько вы вспомните, всю жизнь ок. Да, сегодня существуют средства коммуникации, там телевизор, радио, дикторы там говорят. И так принято считать, что вот дикторы говорят на правильном русском языке. И поэтому, когда вся страна или даже живущие не в стране, за рубежом люди смотрят этот телевизор, слушают этих дикторов, то они должны решать, что вот так произносятся то или иное слово. Ну, я вижу, меня тут сейчас может несколько далеко это все занести, поскольку речь пошла все-таки о шоке. И вот я ему даже письмо написал, не знаю, читал он его или нет, но у него прозвучала такая мысль, что вот, дескать, вы академично меня оцениваете, а я не поэт, я рэпер, и поэтому я буду писать так, как мне в карте. Замечать можно. Я даже такое готов принять. Видите, я совсем не упорствую в каких-то вот жестких таких своих позициях. А может быть пройдет время, и вот то, как изъясняется Дима, станет, ну, не то чтобы нормой, а будет принято, что вот так надо изъясняться. А как вот говорю я, придерживаясь каких-то, с его точки зрения, академических правил, устареет, и так люди, говорит, перестанут. И тогда появятся новые яйцеголовые, как их называют академики, которые скажут, нет, вот это речь правильная, а это неправильная. А давайте перенесемся в прошлое. Не потому, что я так все пытаюсь, вот то, что происходит сегодня, подтягивать туда или наоборот. Но дело в том, что тут я за Ницше следую. Все повторяется. Повторяется, ну, естественно, на каком-то новом уровне, на каком-то новом этапе. И Пушкин. Все говорят, ну, как-то общепризнанно сегодня, да, вот, создатель русского языка. Как будто до Пушкина русского языка не было. Был, говорили на нем люди. Но он вот заговорил по-своему. Он стал вводить какие-то свои нормы. Вот так надо употреблять то иное слово. Так вот строить стихотворение. Вот так надо рифмовать строки. То есть массу всяких вещей сделал. Он не писал никаких академических трудов. Он просто творил. Но когда мы читаем сегодня его стихи, смотрите, сколько уже лет-то прошло. А вот нам все это понятно, ну, там, за исключением каких-то достаточно редких слов и форм. Он иностранные слова вводил, не особо, так сказать, утруждая себя. Ну, пенсне, ну, классический пример. Ну, вот не было на русском языке такого слова. Можно было, конечно, поступить, как Владимир Даль пытался поступать, когда составлял свой словарь великорусского языка. Ну, вот не нравилось, что вот слово калоши иностранное. Он взял и назвал их макроступами. Он там и фонтан как-то назвал, и еще там, я вот сейчас все слова не помню, которым он придумал русские названия. То есть, может быть, где-то в какой-нибудь деревне так и говорили. Но, тем не менее, видите, калоши мы сегодня называем калошами, а пенсне мы называем пенсне. Зачем выдумывать слово, если оно уже существует? Ну, вот в нашем языке его нет, значит, мы берем его из другого. Или перенеситесь во времена Петра I, когда стали флот на Руси строить. А до этого флот где строили? В Голландию, куда он посылал своих учеников. И вот они приехали, они начали строить эти корабли. Ну, в корабле масса всяких названий, которых не было флота и названий не было, и поэтому слов таких не было. Опять же, можно было что? Ну, начать придумывать русский. Нет, стали там всякие стеньги и прочее вводить там. Я небольшой знаток морской терминологии, но когда заглядываю в такую литературу, вижу, что терминов этих полно. Ну, и опять же, ну что, ну да, голландский. Я к чему веду? Я веду к тому, что когда заимствуется какое-то слово из иностранного языка, или даже вот из диалекта русского, который там где-то в Сибири или там еще где-то люди вот что-то называют как-то. А вот в основном, как бы, ну, скажем, в языке центральной России этого слова нет. Можно придумать другое. Зачем? Конечно, лучше его тогда позаимствовать. Но, ну, есть во всем какой-то вот рубеж. А почему я заговорил о Пушкине? Когда Пушкин вот так вот по-новому все это делал, то отнюдь не все кричали «Ура!» и ликовали, и заявляли, что вот явился новый гений. Да ничего подобного. В времена Пушкина были и другие поэты. Да, вот, скажем, Булгарина я возьму. Не поэт, а журналист. Издавал журнал. И как-то не очень рвался Пушкина печатать, поскольку считал, что вот есть другие, более интересные. Вот их я буду печатать. А вот прошло время. И кто сегодня помнит Булгарина? Ну, кто занимается литературой, филологией, конечно, помнит. А вот рядовой читатель, рядовой потребитель Пушкина знает. А кто такой Булгарин? Ну, забыл и немного потерял, поверьте. Поскольку ничего выдающегося, в общем-то, не создал, не сделал. И к чему я веду? Время, на самом деле, решает эти вещи. А когда мы пытаемся вот как-то из головы каким-то таким силовым, что ли, методом навязать, вот так надо, а так не надо, то всегда это жутко совершенно спорно. И что на самом деле потом из всего этого получится, одному Богу известно. Но тут вот в той статье, которую я прочитал, вы обратили внимание, надеюсь, что обратили, что речь велась не только об отшлифованности, то есть вернусь к этой отшлифованности. Это не обязательно вот такой сервильный, общедоступный язык. А это когда каждое слово стоит на месте, понимаете? Оно может быть резким, оно может резать ухо, оно может быть не общепринятым, ничего страшного. Ну, вспомните Венечку Ерофеева, его «Москву петушки». Ну уж как написал, да? В советские времена ясно такой напечатать не могли. Но это было сделано вот именно так, как должно было быть сделано. То есть, вот понимаете, произведение само по себе, которое создаёт художник, оно в какой-то момент начинает задавать правила игры. И вот именно этим правилам надо следовать, а не навязанным каким-то из головы. Но вернусь всё-таки к этой цитате. Я, помнится, высказал такую мысль, что вот когда мы оказываемся в кругу близких нам людей, или в более широком смысле там выходим перед аудиторией, которая готова хлопать в ладоши, кричать «Ура!» вот слушай меня там, какого-то рэпера, певца там или ещё кого-то, то очень многие вещи можно недоговаривать, можно не оформлять каким-то образом, поскольку мы живём в одном кругу, мы общаемся вот какими-то одними словами, одними понятиями, одними категориями. И поэтому, когда я что-то недосказал, недооформил, меня всё равно поймут. Поймут просто потому, что, ну вот мы единомышленники, что ли, да? А я заговорил о том, что, видите, когда создаётся произведение искусства, а я рэп отношу к искусству, как бы там об этом ни говорили и ни судили, он разный рэп, но это другой уже разговор, а вот его высшие достижения, они для меня однозначно вписываются вот в общую картину культуры, искусства и так далее. И тут, если вот происходит это замыкание на свою аудиторию и полное нежелание как-то выйти из неё, я не говорю в смысле выйти, что вот покинуть, нет, но расширить что ли своё воздействие, расширить свою аудиторию, начать общаться ещё с какими-то людьми, которые вот не варились в этом соку и которым вот эти недомолвки и прочее просто непонятны. И вот что я имею в виду под обработкой текста. А когда в тексте ты читаешь намёки на какие-то конфликты там с другими рэперами, там что-то такое, ну, помните, я там говорил о Беффах, Дисах и так далее, то есть это предполагает, что тот, кто меня слушает, знает тех вот, на кого нападает данный человек, ну, в данном случае рэпер. И если он их не знает, а он не обязан знать всё, то вот эти вот нападки звучат, ну, просто как ругань, которая, ну, для слушателя как бы ни на чём не основана. То есть я вот, например, знаю какого-то художника, да, вот он рисует так-то и так-то, вот абстракции любит, а другой, вот он реалист, и ему нравится рисовать реалистические картины. И вот он, рисуя свою реалистическую картину, ругает того, но опять же ругает не так, что вот, мол, я реалист, а всё, что вот там, это плохо. Он, во-первых, называет вещи своими именами, а во-вторых, он, если видит, что я не знаю того художника, как минимум мне рассказывает о нём или показывает его работы. И у меня тогда, слушая первого, возникает возможность сравнивать эти явления. А так получается как бы выстрел, картечь по воробьям. То есть я не вижу, куда человек стреляет, а вот ругань, вот этот вот накал, эту эмоцию, вот эту амбицию, всё это я вижу. И у меня возникает чувство, ну, скажем, глубокого морального неудовлетворения. И творит художник, ведь на самом деле, про клапаны я уж сказал, ссылался на Шиллер. Ведь отправная точка, с которой начинается творчество, тоже у каждого своя, разная, абсолютно они могут, ну, диаметрально не совпадать. Ну, вот у Мирона мне как-то попалось такое высказывание, что вот я сначала слышу флоу, ну, ладно, термин. Слышу музыку, слышу звуки какие-то, слышу какие-то аккорды. А потом, дескать, возникают слова, возникают тексты. То есть видите, какой путь к созданию вот чего-то. А есть совершенно другие. Есть такие, которым вот приходят сначала в голову тексты. Вот мысль какая-то, образ в голове возникает, который человек перекладывает на слова, вот пытаясь как-то его выразить. А музыки поначалу нет. Она, мол, должна возникнуть потом. И тоже ведь нормальный процесс, и так оно может происходить. Или там дальше двинемся, такая вещь, наверняка все про это знают, и миллион раз слышали, что вот написал кто-то стихотворение. Да Пушкина того же взять, сколько стихов его положено на музыку. Когда Пушкин их писал, в голове не было, что кто-то станет это петь. То есть потом оказался какой-то композитор, который вот прочитал стихотворение и услышал музыкальные тоны к нему, которые сам Пушкин мог и не слышать, понимаете? И возникло. Или вот как вообще композитор работает с поэтом? Опять же, я самые классические примеры привожу. Вот хотят они сочинить песню. Как это делается? Ну вот композитор что-то наигрывает, какую-то мелодию. Стоит рядом поэт, что-то бугнит себе под нос. Нет еще стихов. То есть вот музыка должна разбудить какие-то образы, какой-то текст. Но тем не менее, что-то же надо под эту музыку положить. И такой термин у поэтов существует – рыба. Он сочиняет рыбу. То есть бессмысленный совершенно набор слов, но который как-то рифмуется и ложится вот на это музыкальное сопровождение. А потом эту рыбу он берет домой или на природу, я уж не знаю, где он сочиняет. Там все есть. Там есть рифмы, там есть ритм, там уже расставлены ударения, уже понятно, там это хорей, там или какая-то другая форма, там ям, неважно. И он начинает туда подкладывать уже слова. То есть, понимаете, сложный это очень процесс, вот как это все происходит. И, конечно, вот это Димина заявление, что я буду писать так вот мне в кайф и все, человек просто обрекает себя, на мой взгляд. Если вы мне докажете обратное, ради бога, я это приму. Но в данный момент вот я это вижу под таким углом, что это какой-то вот коллапс, какое-то замыкание внутри самого себя и, в общем-то, не очень большое желание вырваться наружу. А наружу-то надо вырваться. Я опять-опять возвращаюсь к этому. Конечно, ломать форму, ломать вот какие-то представления. Опять же, вот Дим мне написал, что вот там Берролс, что он вообще вот резал свой текст написанный, склеивал как попало, и вот, дескать, так у него получалось что-то. Я могу и другие примеры привести, из той же области. Вот я знал музыкантов, которые, например, садясь за рояль, брали и на струны бросали там ложки, вилки, что-то такое. То есть, при том, когда они нажимали клавиши, возникали еще какие-то звуки, ну, как бы в рояль в этот не заложенные, то есть случайные вроде бы. Ну, если тот, кто играл на этом рояле, был наделен музыкальным слухом и прочее, то эти вот новые неожиданные звучания он слышал. И тут же приводил все это, тем не менее, к новому какому-то гармоничному целу. Понимаете? То есть, все вот эти вот революционные, вот такие вот смелые методы, типа Берозовского, или вот то, что я сейчас сказал, опять же это все допустимо. Все. Еще Пастернак на эту тему очень хорошо когда-то высказался, у меня сейчас под рукой нет цитаты, я своими словами о том, что настоящий художник, он нарушает абсолютно все общепринятые каноны. Его за это ругают, хают, что он не выполняет правил, не делает того, десятого, пятого и так далее. А потом, потом, задним числом вдруг понимают, что это его гениальность таким образом прорвалась наружу. И тогда происходит следующее, тоже ужасное. Вот его открытие, его новшество превращают в канон. То есть, опять же, вот появляются академики, составляют академическую грамматику или там что-то еще, где записывают, что вот так надо писать, так надо делать и прочее. И снова возникает вот что-то, ну, шаблон какой-то. И потом, как скажет Пастернак, массы подражателей кидаются в эту сферу, поскольку теперь-то понятно, как надо делать. Художник-то искал. А они вот идут по проторенной трубке и пожинают плоды. А он первый очень часто остается непризнанным, и при жизни уж во всяком случае. Ну, вот возьмите там тех же импрессионистов там, или там концептуалистов, абстракционистов, видите, меня в живопись занесло. Ведь когда они все это начинали, ну, полное отрицание. А потом вдруг вот после их смерти, там, какого-нибудь Ван Гога, там, не буду их всех перечислять, их картины начинают там миллионы стоить, потому что вдруг люди понимают, что это было что-то гениальное. Поэтому, видите, вроде как задался ответить на вопрос, а на самом деле вместо ответа получились другие вопросы. Но я и сказал, что я тут больше обращаюсь к вам, чтобы, ну, возражали, высказывали какие-то соображения. Нет у меня однозначных суждений на сей счет. Я, конечно, могу рассуждать так, там, доверять собственному вкусу или что-то еще, но тоже штука не очень надежная. Я вот говорил о том, что Димины тексты очень часто звучат, ну, просто как поток сознания. Вот выбрасывает человека из себя, вот то, что там у него внутри происходит. Действительно, не сильно заботясь о том, вот как это преподнести, и что иногда просто становится непонятно, а что же он хотел сказать, из-за того, что слова он расставляет в какую-то такую последовательность, что, ну, нарушаются какие-то логические связи. Но ведь на самом деле и это было. Ну, вот возьмите Джеймса Джойса, когда он начал писать свои книги. Ну, он там начинал с эпифаний, было у него такое. То есть, вообще тут загадочные вещи. Ирландец пишет по-английски, за что, кстати, и был, по сути, издан из Дублина, и конец жизни провел в эмиграции. Почему по-английски? А потому что он считал, что английский язык более разработанный, более совершенный, нежели ирландский, хотя сам был ирландцем, такое сказать, да? Естественно, что его не очень любили на родине. А ведь что он делал? Он, да, то есть он вот просто для себя решил, что вот как оно приходит, вот так надо выливать на бумагу. Что не столь важно, что вот происходит вокруг на самом деле. Важно, что человек, видя все это, при этом чувствует. При этом на его чувства, естественно, накладываются какие-то собственные мысли, какие-то вещи, какие-то события, воспоминания. Все это очень и очень хаотично переплетается. И вот в таком виде он выносит это на бумагу. Но, опять же, но, создавая свой мир, он создает одновременно и правила, которые действуют в этом мире. То есть это нам, на первый взгляд, представляется хаосом. Но когда мы начинаем читать этот текст, ну да, поначалу сложно, а то вдруг вообще пойдут предложения без знаков припинания, а дальше и вообще у него начнется, что даже и предложения ни конца, ни начала он не обозначит. Нет заглавных букв, ничего. Идет вот такой текст. Замучаешься читать. Но, когда ты входишь туда и когда начинаешь понимать эти правила, а правила, они везде существуют, не в той вот академической грамматике, которую написал умный дядя, а вот которой художник сам составил в себе. И вот этим своим усилием, своей интуицией, своей логикой, созданным правилам, художник обязан следовать. Это совсем не отшлифованность. Это другое. Это вот именно ты создал свои правила, и ты их не нарушаешь. А вот, опять же, возвращаясь к Диме, я, к сожалению, этого не замечаю. То есть да, как выходит, так выходит. В кайф, пусть будет в кайф. А в другом месте это все будет совершенно иначе. И либо просто мало я прослушал, может быть, может быть, эти правила себе Дима как-то сформулировал, они существуют, и когда они дойдут до моего сознания, я начну воспринимать это иначе. Но сегодня, увы, этого еще не происходит. Ну, и чтобы закончить этот невероятно длинный ролик, я уже вижу, что разговорился, я еще об одном скажу. Ведь что такое рэп? Он зародился. Я там сейчас не буду отсылать вас в Америку, где, когда, как это происходило. Я уже говорил в предыдущих роликах о некой преемственности, что ничего не возникает на белом свете, вот на ровном месте. Всегда есть какие-то посылы, какие-то обстоятельства, какие-то социальные ситуации и прочее. Я даже сейчас с этой точки зрения не буду анализировать рэп, поскольку, как я уже сказал, что-то было сказано, а такой вот серьезный анализ явления как такового просто не входит в мою задачу. Я тогда этот ролик придется тянуть еще не на один час. Это некая форма, да? Ну, договоримся. Так, то есть вот некий способ выражения того, что чувствует и переживает художник. Художник может выражать себя по-разному. Существуют уже какие-то сложившиеся формы. Может взять перо и начать писать рассказ или повесть. Или может сочинить стихотворение, следуя каким-то канонам. А может там картину нарисовать или захотеть снять фильм. Это все способы выражения вот того внутреннего чувства, переживания, того, чем дышит художник. И рэп это тоже вот такой способ, но другой, отличный от тех, которые я только что перечислил. И он почему-то зародился. Опять же, сейчас не буду углубляться, почему зародился. Существует такая форма. И вот какие-то люди приходят к этой форме. То есть вот в них возникает потребность выразить себя. И они решают, а как это лучше сделать. Ну, это происходит не на интеллектуальном уровне. Я не верю, что там тот же Мирон, там дядя Женя, там еще там кто-то рассуждал, вот я хочу так, а потому что вот в других формах у меня это не получится. Это достаточно интуитивно происходит. Но выражает вот себя человек таким образом. И поскольку форма уже сложилась, она существует, я говорил, что сложилась, на мой взгляд, еще не до конца, еще переживает вот какие-то внутренние пертурбации, но тем не менее, вот в общем-то, все-таки как-то существует, то, естественно, происходит такая вещь. От нее никуда не денешься. Масса людей, вот заметив эту форму, думает, а, и я попробую. Ну, смотрите, просто ведь, да? Насколько проще, чем, скажем, там, сонет сочинить, где миллион правил действует, или там венок сонетов, вообще голову сломаешь. А здесь вот написал стихотворную строку, а следующую строку, а, пять слогов добавлю, шесть, какая разница, а то вообще кусок прозы вставлю. То есть формально все это выглядит намного проще, чем то стихосложение, вот, к которому мы привыкли. Я, помнится, дискутировал, ну, так, рассказывал о лекции Машевского Алексея Геннадьевича, который задался целью проследить путь от анакриона, ну, от древнегреческой поэзии, вот до наших дней, он такую и назвал свою лекцию, от анакриона до оксимирона. И сколько там нападок, сколько я там прочитал хлеб от этой лекции, вот, постов, ну, которые написали поклонники рэпа, ну, академик, профессор, да что он понимает в рэпе, вообще не за свое дело взялся и так далее. Ну, я и на себя аналогичные вещи читаю. Я только тут могу один вопрос задать, а те, кто пишут эти посты, они понимают? Я сильно в этом сомневаюсь, я честно признаюсь, я не понимаю, я хочу понять, потому что меня это трогает, и вот я поэтому пытаюсь в этом как-то разобраться. И то, что Машевский предпринял такую попытку, ну, шляпу перед ним надо снять, то есть он провел там массу параллелей, там, ну, много чего рассказал, не хочу сейчас повторяться, кому интересно, можете послушать самого Машевского, или посмотреть мои предыдущие ролики, где я об этом рассказывал. К чему я тут веду? То есть вот возникла, да, эта форма, и она кажется на первый взгляд невероятно легкой для реализации, а то, что легко и то, что не требует классического образования, знания классического стиха, там, и прочего-прочего, и туда ринулась масса людей, которые, ну, я бы им просто запретил этим заниматься, поскольку, ну, да, формально легко все это соблюсти, ну, значит, вот, что-то такое, бормочешь, голосовые данные не очень важны, понимаете, умение взять си в третьей октаве не обязательно, то есть масса вот таких вещей, которые кажутся, кажется, поверьте, это очень ошибочное мнение, что вот все это делать очень легко, а на самом-то деле отнюдь нелегко, на самом деле невероятно трудно, потому что форма еще не разработана, и поэтому надо подключать интуицию, подключать массу каких-то вещей, каких-то возможностей, таланта, ну, я не знаю, чего тут всего не перечислишь, без чего просто ничего не получится, и искусств много разных, я уже какие-то назвал, какие-то перечислил, и тут такая вещь получается, ну, это общеизвестно, все вы наверняка это знаете, вот кто-то написал книгу, а кто-то решил снять по ней фильм, кто-то нарисовал картину, а у него это вызвало такие ассоциации, что он решил написать музыку, которая якобы соответствует этой картине, то есть к чему я подвожу, то есть мы с вами невероятно часто в жизни сталкиваемся, когда вот произведение, вроде бы в одной какой-то форме, в одном виде искусства было создано, а вот потом у другого человека, художника, да, возникает желание в другую форму его одеть, ну, что касается кино, там это бесконечно, потому что огромное количество фильмов, как вы знаете, снимается вот по каким-то книгам, по каким-то романам и прочее. И я рассказывал о некоторых из таких вот фильмов, ну да, я рассказывал там о экранизациях Стругацких, рассказывал, если хотите, загляните, рассказывал об экранизации Соляриса, Лема, когда его снял Тарковский, видите, разругались, ой, как разругались, в кровь, потому что Лем считал, что Тарковский испортил его книгу, о Тарковске даже и не стал объяснять Лему, и вообще отказался с ним встречаться. Сложная история, об ней я тоже вам что-то рассказывал. Но для меня, вот когда я увидел этот Солярис Тарковского, естественно, я читал до этого Лема, не возникла вот этой конфликтной ситуации, я просто увидел, что человек сделал, вот, на базе того, что прочел, нечто иное. И поэтому сравнивать то, что написал Лем, и то, что написал Тарковский, просто абсурдно. Это, да, вот, как мотив, он что-то оттуда извлек. Не буду сейчас углубляться слишком в эту экранизацию. Я хочу сказать, что если художник берет другого художника, другое произведение, и хочет унестить в свою близкую ему художественную форму, то он должен создать с одной стороны нечто адекватное по талантливости, гениальности, если хотите, но иное, в принципе, иное. А вот, почему я сказал, что хочу на этом закончить, дело в том, что вот с вашей подачи я наслушался такое количество рэп, что чувствую, что должен сделать перерыв, потому что уже одуревать начинаю. И вот я натыкаюсь, скажем, вот, кролик. Ну, ничего плохого я не хочу сказать про этого человека, который спел этого кролика. То есть, человек, который не читал об дайках, воспримет это как откровение. Но надо всегда предполагать, что тот, кто слушает, мог читать книгу, которую перенесли в данном случае в рэп. Если ты взялся создавать нечто иное, то есть в другой форме, то ты должен сказать нечто свое, сказать нечто такое, чего вот в том, откуда ты это взял, сказано не было. Иначе вроде как смысл исчезает. Ну, можно взять какой-то роман и вот слово в слово перенести его на экран. Ну, и что? Тоска зеленая. У прозы свои законы, а у кинематографа свои законы. И поэтому то, что в прозе там можно описывать на десятках сторонец, на экране должно быть показано в какие-то считанные мгновения. И другой подход, инструменты в руках у того, кто создает фильм, совершенно иные, они отличаются от тех, что были у прозаика. И вот, поэтому, ну, что-то не срабатывает. Я честно признаюсь, я этого кролика не весь альбом прослушал, я прослушал только первый трек, но вот такое сразу впечатление. Я чувствую, что человек поет искренне, вот пытается выложить все, что там у него в душе наболело, но повторяет. Скажи нечто, чего не сказал Абдайк, и я тебя буду с удовольствием слушать. Или вот на дядю Женю тоже наткнулся, опять же с вашей подачей. Ну, видите, я уже упоминал Солярис. Аналогичное впечатление. То есть, то, что сказал Лем, осталось за Лемом. Тарковского даже трогать не буду, поскольку в том, что спел дядя Женя, Тарковским вроде как не пахло. А вот свое, вот нечто такое, чего вот у Лемы не было, не прочиталось. Поэтому, все-таки, завершая тролик, скажу, не в отшлифованности дело. И не в том, что вот такой гладкий язык приведет к некой сервильности, что ли, и мне будет настолько легко все это воспринимать, что у меня не подключится сознание, не заработает воображение и прочее. Я совсем не это имею в виду. Сделанность текста, это сочетание, с одной стороны, вот того, что вырвалось из души у художника, что он хотел выразить, высказать, а с другой стороны, это все-таки правила, созданные самим художником. Они могут кардинально расходиться с правилами, вот, академическими какими-то, но этим своим правилам он должен неукоснительно следовать. Иначе получается просто хаос, то есть просто неразбериха. И впечатление настолько снижается, что то, что вот я там улавливаю какие-то зерна, они не срабатывают, они повисают в воздухе. То есть вот я к чему подвожу. И поэтому вот о переносе из одного вида искусства в другое каких-то произведений я тоже сказал не случайно. Это из той же области, понимаете? То есть перенося, снова то же самое. Ты можешь говорить о тех же проблемах, о тех же вещах, но у тебя свои правила игры, свои инструменты в руках, и пользуясь ими, ты волей-неволей выразишь нечто такое, чего там в оригинале сказано не было. Вот на этом давайте я закончу этот опять невероятно длинный ролик. Если у кого-то хватило терпения досмотреть его до конца, то большое спасибо. И с нетерпением жду ваших постов, потому что, как видите, они меня вот подталкивают на создание таких вот роликов. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!